Добрый день, друзья! Сегодня еще одна показательная история по аутизму, которую я хочу сохранить как опыт для других мам и как страницу для того, чтобы дальше вести Захара. Так зовут мальчику, которому на момент, когда к нам обратилась мама, было 3 года и 3 месяца. Он из двойни, он рано родился 7-месячным и до года развивался, в принципе, относительно нормально. И после прививки у него резко пошла баллокировка, после прививки он перестал понимать маму. То есть вот так как-то случилось, что пошло такое воздействие, достаточно жесткое. Что было, что мы нашли, когда мы начали работать и какие результаты сейчас? Смотрите, 3 года и 3 месяца – это маленький возраст, когда развивается ребенок. Здорово, что мама видит, ребенку ставят расстройство аутического спектра, содружественное косоглазие. Второй малыш развивается нормально. Нам было интересно вообще, что происходило и почему вот так они родились оба 7-месячными, почему одного заблокировало, второго нет. И мы пошли в историю, в историю, вовнутрь, в психику, что же случилось. Начали смотреть за структур. Кстати, запись вот этой работы, именно работы с ним и разговора с его душой, вы можете видеть на видео, там, если посмотрите наши ссылки по работе, которые есть в открытом доступе, на одном из экспериментов это есть. Когда мы обратились к душе, то она вдруг выдала такую информацию, что вообще это договор. Договор между ним и его братом о том, что кто-то из них должен уйти в умственное отставание. Причем там конкретно прививка заблокировала не только структуру высшего я, но она заблокировала и структуру развития эго и программы ума. То есть дальнейшее развитие, вот 3 года и 3 месяца, оно уже видно, а дальнейшее развитие было вообще остановлено. То есть его развитие остановлено в принципе, и в дальнейшем просто мама бы получала конкретного инвалида, и если еще в этом возрасте как-то где-то сложно оно воспринимается, то представляете, что было бы через 10 лет, через 15, через 20, когда полностью остановлено развитие программы ума и эго. Да, оно остается на том возрасте, на год и несколько месяцев, когда была сделана прививка, вот как оно произошло. И мы когда пошли и начали смотреть, вдруг получаем информацию, что это был договор между братьями, еще во внутриутробный период. Начинаем изучать, зачем же им был нужен, их душам, такой дурацкий договор, что один из них должен остановиться в развитии. Причем это было, знаете, в такой форме, да кто же из нас будет недоразвитым? А зачем? Зачем вам вообще кому-то быть недоразвитым? Ведь до вот этого периода определенного в животе у мамы, до момента рождения, они оба развивались полноценно. И дальше у нас вот информация такая, ну я уже привыкла к тому, что мы получаем и выдаем в эфир зачастую очень чокнутую информацию. Вот здесь было аналогично. Оказывается, во внутриутробном периоде, внутри мамы, да, во внутриутробный период, они вот развивались, развивались нормально, до 28 недель, и вдруг им приходит информация, что у них кто-то из них должен, во-первых, они должны родиться досрочно, а во-вторых, кто-то из них должен быть умственно отсталым. У них, конечно, с бою душа, а с какой-то стати мы должны вот так. Но программа у мамы внутри стоит, и они идут все как компьютеры по программному обеспечению. Влетаем на программу и идем вот по этому сценарию. Значит, они определяются, заключают договор, что ты вот будешь дурачком, а ты будешь нормальным. И пошли. Это души, это их игра, и они опираются на те программные позволения, те рамки, которые у них уже установлены. А рамка стоит, оказывается, в психике мамы. Мы смотрим, когда же у мамы появилась такая дурацкая рамка, зачем ей рождать досрочно детей, рожать, и зачем вот растить их неполноценными. Причем одного. Причем того, оказывается, когда-то в истории мамы неким человеком, мы не вникали сильно в суть, на самом деле, вы можете слышать на видео, это могло быть случайно, это могло быть, ну, из авторитетного источника, то есть, возможно, мама к кому-то обратилась, из авторитетного источника, то есть, ее психика это восприняла как мнение авторитета, прилетела информация извне, что у нее будут дети, один из них будет недоразвитым, и они родятся раньше срока. То есть, это было внушение. Каким образом это внушение попало ей в подкорку, вот мы не стали разбираться, да? То есть, это было внушение, которое психика приняла как команду к действию. Почему я делаю акцент на том, что это была именно программа, поставленная через внушение? Потому что очень много людей обращаются к гадалкам, экстрасенсам и так далее. И они, на самом деле, абсолютно спокойно говорят, вот мне бабка нагадала, и у меня так случилось. Вопрос, вам бабка нагадала или вас бабка перепрограммировала? И это очень важные вопросы, потому что внушение, они еще бехтеревым изучались, они реально рабочие инструменты. И тут получается, вот мы наталкиваемся на внушение, это внушение приводит к тому, что развитие прекращается, из-за этого внушения случается выкидыш, то есть, было формирование событий, да, благодаря вот этому внушению. Души заключают контракт, они вдруг переигрывают сценарий, один из них решает, что он должен стать неполноценным. А как стать неполноценным, когда тело вроде как нормально уже сформировано? Значит, вот появляется в сценарии эта прививка, которая на одного действует, на другого не действует. Пошло, идет остановка развития в годовалом возрасте, и все, и дальше сценарий дурачка на жизнь, да, и все, и понеслось. И мы смотрим, и души-то, в принципе, им этот сценарий не нужен был, он как бы навязанный был, они тоже не ожидали вот такого привета, да, внутриутробного. И дальше мы заключаем договор, что все пойдет в обратную сторону, будет период развития, будет период снятия этих блокировок, мы убираем, так как, в принципе, 2 года и 3 месяца остановки – это большой период в психике, соответственно, нужны нейронные связи новые, нужны рефлекторные реакции, наработки, нужны какая-то осознанность до загрузки программы ума, кроме того, там пришлось формировать новое высшее я, новый сценарий жизненный закладывать. Вы можете посмотреть, как мы работали там, я говорю, это редкие кадры, которые мы выложили в открытый доступ. И там реально мы прописали новый сценарий жизненный детям, новые взаимоотношения, счастливые отношения, все по полной программе, как мы всегда делаем, накидали, но это должно было прижиться. Это должно было прижиться, это не должно было быть отторгнутой психикой, это должно было состыковаться с мамиными программами, которые мы в том случае все вернули создателю. Вот ровненько, кто ей это заложил, тот назад это получил. Куда ударит – абсолютно без разницы. В какой жизни ударит – абсолютно без разницы. Заложил – получил. Я говорила, я в этих планах не отношусь к людям А я спасу и вашу душу заодно Нет, господа, ответственность Если вы творец, в первую очередь творец начинается взятие на себя ответственности И вот это все начало работать Первый результат должен был случиться через 3 недели Эту работу мы вели с мамой в марте до моего отъезда И вот это один из старых, когда пришла ко мне информация 21 марта ко мне пришла информация Я просто не могла ее обработать и выложить в Китае Пришла информация Здравствуйте, Наталья, это мама Захара Которая из двойни, мы с вами работали 6 марта Сегодня 21 марта, сказали, что через 3 недели будет что-то меняться Первые, первые, самые первые изменения Которые нам покажут, что психика приняла программы в работу И все пойдет по новому сценарию То есть это вот как стрелка паровоза, которая переведет жизнь ребенка на другие рельсы Вот то, что паровоз перешел на нашу стрелку Первый результат мама должна была заметить на 3 неделе И знаете, сегодня ходили в магазин и обратила внимание Не бегает хаотично, спокойно ходит за руку Слушает и слышит Говорю, подожди, ждет Говорю, давай мне, дает Это ли не счастье? Вот они, наши первые шажочки Спасибо вам Вы знаете, для меня это очень важно Вот это обратная связь, потому что У нас есть еще более сумасшедшая история Когда очень важно Мы создаем новый сценарий жизни Мы закидываем Но если душа ребенка, ее решение здесь коренное Оно важное Мы можем здесь хоть ламбаду плясать Если душа ребенка не возьмет и не подтянет этот вариант Сама Не выстроит мост и не подтянет То мы можем творить все, что угодно У нас ничего не получится Поэтому я всегда обращаю внимание, когда говорят Вы воздействуете Не мы воздействуем, душа решает Мы душе предложение делаем Вот так это работает То есть прямого воздействия нет Нет, есть договор Есть договор сознаний Просто не все люди могут так договариваться Потому что плотность сознания и осознанность не позволяют Там есть свои уровни доступа Когда твое сознание начинает восприниматься Как доминирующее И к тебе прислушиваются как к сознанию Как к осознанному игроку И вот в данном случае душа Захара Она сказала Ладно, я переведу поезд И мы поедем по этим рельсам Дальше результаты Они будут не скоро у него Там надо полноценно восстанавливать Структуру психики и программу ума Мы в ближайшее время опять будем работать с Захаром Почему? Потому что Нам надо коррекции делать на протяжении Но когда я получила этот результат Я вздохнула, выдохнула И поняла Все, у нас еще один ребенок Поехал в здоровую жизнь Да, года два как минимум он будет в нее ехать Но он в нее приедет По времени затрутся разницы Между одним и вторым ребенком Они друг другу помогут развиваться Надо выстроить между ними отношения другие Потому что этот контракт разорван То есть это большой путь Это длительный путь Но понимаете Это путь к освобождению Это путь к освобождению Матери, мамы Екатерины Потому что они были полностью Вот Захар был полностью завязан На ее картину мира Это освобождение ее из плена Из плена внушения Которое было заложено ей в психике К усторонним человекам Представляете Зачем-то ей это надо было, конечно Там тоже свои выгоды вторичные были Там тоже была карма Но это случилось И это так сработало И я хочу, чтобы вот этот вот ролик Был предостережением К тем экстрасенсам Которые работают категорично Которые говорят Вот я вижу Вот мне карты Таро не вырут У вас так и никак иначе Вы в прошлой жизни были то и то и то И значит в этой жизни Вы заплатите так-то и так-то Господа, вот эту херню Вы всю получите обратно себе Однозначно получите Потому что вы формируете внушение Неважно, какой была карма человека В моменте здесь и сейчас Ее можно откорректировать В моменте здесь и сейчас Прошлое переписывается Прошлое – это лишь мысль Его можно менять И, соответственно, меняется сценарий На эту жизнь Главное – изъять осознание И закрыть вторичные выгоды Если вы грамотный специалист То вы поможете человеку Пройти этот путь осознавания Изъятия вторичных выгод И тогда его картина жизни поменяется Даже если она будет меняться грубо, резко И так далее Это лучше, чем отрабатывать карму Это лучше, чем быть в плену Еще не одну жизнь Но если у вас нет мозгов То, соответственно, не лезьте В эти дела И не делайте жестких концепций Внушительных человеку Потому что потом откатит вам Не в этой жизни, так в следующей Так через следующий Потому что четко находится та душа Которая вот это утворила И четко получает назад Ни одно вот такое действие Не проходит бесследно Это вот я вам говорю Потому что мы с этим работаем И я даже не отыскиваю Где сейчас находится В игровом моменте этот человек Он просто Ему прилетает пуля И он не знает, откуда прилетела Но если разобраться То он понимает Сам утворил И в данном случае Вот это сам утворил Привело к аутизму ребенка Это было нужно и маме Это контракт Это контракт на обучение И одних, и вторых Поэтому вот эту гармонию Мы не разрушаем Мы помогаем вам доиграть Все, весь сценарий до конца Вот, это не просто там Я мщу человеку Или еще что-то Нет, я не разрушаю Ваши контракты кармические И, соответственно, вы будете Херячить до тех пор Друг друга Пока не осознаетесь В данном случае у мамы Екатерины Пошли подвижки в осознании И так далее Она эти вещи завершает Вопрос остается В той душе Которая вот это все Закрутила Пока как-то так Смотрим за развитием Захара Буду рада обратной связи Еще от Екатерины И мы сегодня будем С ним продолжать работать Для того, чтобы его поезд Ехал по этим рельсам Быстрее Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова